Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришина. Буквально на днях мы с вами говорили о возвращении Дани Милохина, который объявил сам об этом, о возвращении в Россию. Он пел гимн сопредельного государства в Америке. Что только не делал, но совершенно спокойно может вернуться. И сообщил об этом. Почему мы об этом стали говорить? Ну, потому что Даня Милохин побывал на Петербургском международном экономическом форуме и на Первом канале, где только его не пропихивали, и кто только не пропихивал, видно. То есть он как, знаете, знаковый человек поколения вот этого. И, конечно, его друзья тиктокеры, они уже вернулись, потому что они менее... У них много тоже подписчиков, много тех, кто смотрит их молодежи, но Даня Милохина его крутили больше. Мы с вами об этом говорили, и я сказал, что, наверное, все-таки мы должны об этом говорить, потому что это же, ну, собственно говоря, те люди, которые вернутся, и что они будут делать? Сейчас постоянно все говорят о том, что необходимо поворачиваться лицом к исконно российской, русской культуре, многовековой нашей культуре. Ну, вот эти люди, которые кривляются в тиктоке и одеваются в юбочке, ну, это, мне кажется, это дементрально противоположное направление от того, к чему, собственно говоря, мы сейчас должны идти. И сегодня стало известно, что Даня Милохин заявил, что он не приедет в Россию. Он сказал, что, посмотрев на мнение россиян, он решил повременить с этим делом. Друзья, и, конечно, это хорошая новость для нас и для нашей молодежи, но повременить с этим делом, ну, понимаете, дело все в том, что его кураторы, видимо, понимают, что сейчас, если он приедет, денег он все равно не заработает, потому что общественное мнение настолько резко против. Это как Пугачева, которая приехала, с ноги дверь открыла, через три дня уехала, поняла, что трансформационные процессы в обществе идут очень серьезно. А люди, когда не живут в стране, они, собственно говоря, не понимают, что в стране происходит и не чувствуют. Им кажется, что все то же самое. Поэтому Милохин выложил там тигра между ног какого-то, трусы какие-то сфотографии. То есть все то же самое, как было. Пугачева приехала, посмотрела, потому что в другую страну приехала, которая была до 24 февраля. Поэтому сейчас получается история, когда они будут просто ждать. Они будут просто ждать, когда утихнет. Понимаете? Сейчас кто-то, кто меньше говорил, когда утихло, они уже возвращаются, потихоньку начинают выступать, кричать «Россия, Россия, Россия!» на концертах и зарабатывают. Они видят, что, собственно говоря, люди, которые остались, артисты, они зарабатывают и зарабатывают гораздо больше. И выгоднее это, собственно говоря, было выступать за Россию. Страшное слово «выгоднее», друзья, потому что они рассматривают Россию, нашу Родину, как прилавок. Вот это страшно. Понимаете? Когда встречаешь человека, у него сердце болит за... Вот я смотрел тут видео в телеграм-канале про электрика, мужчину, который под обстрелами проводит электричество в тех регионах, где после обстрелов электричества нет. И это было просто вообще. Вы знаете, я смотрел 6 минут или 7 минут этот ролик, но это без слез практически невозможно смотреть. И когда ты сравниваешь людей, которые действительно душой, вот всем сердцем с Россией и тех, кто вот таким путем идет, конечно, это абсолютно разные вещи. Но вот новости такие. Друзья, по крайней мере, мы, как гражданское общество, я думаю, что можем на это реагировать, каким-то образом как-то влиять. Я думаю, что это очень важно. Я напомню, что когда я ругал «Дом-2», мне парень написал, «Я никогда не забуду это ему лет». Ну, я не знаю, сколько ему лет. Ну, я так для себя решил, что лет 13-14 почему-то не знаю. Но он написал, «Ну, это же вы взрослый виноват. Это же вы, вы же дали этому всему быть здесь». И мне так стало стыдно, что действительно, наверное, надо об этом было говорить, наверное. Это же с нашего молчаливого согласия все происходит. Друзья, что думаете на сей счет? Пишите в комментариях. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Ссылочка в закрепленном комментарии в описании к видео для поддержки канала. Кому нравятся мои ролики, можете поддержать канал Будда Гришна. Подписывайтесь на мой телеграмм, канал Будда Гришна. Новости. Новости в формате 24 на 7. Успехов, здоровья. Всем пока. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok